Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Больше чем бизнес» и ее ведущая Ольга Данде. У нас в студии Александр Гизалов, общественный деятель, международный эксперт по социальному сиротству, и Яна Леонова, исполнительный директор фонда «Измени жизнь». Наша программа сегодня посвящена сиротам, приемным семьям, вопросам о том, как усыновить, удочерить ребенка, какие сложности у приемных семей, сопровождение. Яна, наверное, первый вопрос к нам. Если можно, расскажите о фонде, об основных проектах. Как и почему вы там оказались? Ну, для меня это, в общем, в какой-то момент стало делом моей жизни, потому что на определенном этапе я поняла, что я хочу и могу заниматься чем-то большим. Я юрист по образованию и по профессии работала долгое время. Ну, собственно говоря, так и пришла моя жизнь, моя история к созданию, к создаваемому в этот момент фонду в 2012 году. Он создан, из 2012 года, собственно говоря, я в нем работаю. Четыре года. Да, уже около четырех лет. Основная задача нашего фонда, фонда «Измени одну жизнь» заключается в том, чтобы мы могли дать исчерпывающую информацию для тех людей, которые вынашивают, возможно, мысль о том, чтобы принять ребенка в семью. Абсолютно уникальная история. Я помню просто первый раз, когда я увидела эту историю, загружала свою фотографию, сравнивала детей, которые, ну, надо же, как похожи. Это один из наших сервисов. Ты высматриваешь, еще если это на айфоне, как бы увеличиваешь размер, ну, как же так бывает, потрясающе совершенно. Да, это один из наших сервисов, одно лицо. Мы его сделали для того, чтобы привлечь внимание, да, к проблеме детей-сирот, которые находятся в системе учреждений. Сейчас, по официальным данным, их больше 70 тысяч. Мы хотели сказать о том, что эти дети такие же дети, как и все остальные дети, только им сейчас тяжело и страшно, они живут без родителей, и это неправильно и ненормально. А второй проект — это помощь приемной семье? В том числе. Один из наших основных проектов — это создание банка видеоданных о детях, которым нужна семья. До этого момента масштабно так, наверное, никто не работал в этом направлении. Мы решили очеловечить, как бы, эти фотографии, да, которые есть в официальном банке данных. То есть апгрейд это установите.ру на апгрейд? И показать, что вот они, эти дети. Это не просто фотографии, иногда они всегда хорошего качества, да, и так далее. Сейчас вернемся к этому вопросу. Александр тоже хотел попросить представиться, хотя бы в общих чертах сказать какие-то основные проекты, потому что спектр вашей деятельности, он широк. Да, да. Добрый день. Я Александр Гизалов, мне 47 лет, у меня четверо детей. Я вырос в советском детском доме и уже вот 19 лет занимаюсь темой социального сиротства. Работаю с детскими домами, с проектными учреждениями, с бездомными людьми и людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ну и также занимаюсь темой пропаганды вопросов приемного родительства, усыновления в Российской Федерации. Основные проекты. Что вот на практике для вас значит общественная деятельность в этом направлении? Ну, направлений действительно очень много. У вас есть книжка, у вас есть какие-то там программы, проекты? Направлений очень много. Это направления, связанные с адаптацией детей-сирот. У нас есть адаптационные лагеря специально для воспитанников и приемных детей. Называется он «Прокачка». У нас есть проект, связанный с адаптацией детей. Это тренинговые квартиры для воспитанников. детских домов. Также совместно с партнерами мы пускаем комиксы. Вот на сегодняшний день выпустили 4 комикса. Сейчас готовимся выпустить еще один комикс, который сопряжен с тем, чтобы дети, воспитанники детских домов не употребляли спиртную, там наркотики, алкоголь и так далее. То есть есть трудности. Также есть проекты, связанные со встречами с детьми в самих учреждениях. Это, так скажем, мотивирующие семинары, такие как умный чемодан, дерево успеха. То есть чтобы воспитанник детского дома готовился к самостоятельной жизни через предлагаемое строительство, которое предлагает ему специалист. Ну и также поддержка выпускников на выходе. Это поддержка выпускниц, в которых появились на руках дети, так как это большая сложность. Дети детских домов очень часто рождают детей на выходе через год, через два, не имея ни образования, ни жилья, ни поддержки. Вот такие направления существуют. Достаточно глобальные, да? Ну, это на самом деле все локально, потому что проблема... Это в каких-то регионах? Во всех регионах практически. Как получается, да? Во-первых, передача опыта, передача этих информационных продуктов. Тренинги, семинары я очень часто уезжаю в регионы. Вот сейчас готовились в Якутию, выехать и в Хабаровский край. А еще в Забайкальский край как раз вот по тому, каким образом и как умно работать с воспитанниками детских домов. Наверное, самая главная умность – это помочь ребенку найти семью. Здорово. Ну, это какая-то тема, которая нас всех, конечно, здесь объединяет. И как раз, Ян, наверное, вопрос к вам. По каким критериям на вашей практике родители, у нас, к сожалению, сейчас пока они выбирают родителей детей, вот это происходит? Или как бы нет критерий? По каким критериям родители выбирают детей? Да, потому что у нас сейчас все-таки родителей потенциальных, к сожалению, меньше, чем детей. И, наверное, происходит какой-то выбор. Я знаю, что Александр говорит много о том, что вот белокуров, хорошеньких девочек на всех, наверное, не хватит. А есть там более взрослые. Да, дочерей профессоров и балерины того меньше. Есть какие-то понятные, отслеживаемые ваши системы, может быть, запросы или какие-то факторы. Вы знаете, критерии очень разные. Кто-то выбирает, кто-то ищет похожего на себя. Это вообще нормально, да? Даже мужья с женами иногда, в общем, сильно похожи, либо мимикрируют со временем друг под друга, да? Кому-то кто-то кого-то напомнил. Кого-то впечатлило, что ребенок обожает музыку так же, как обожают родители. Кто-то... Ну, они разные. Эти мотивы разные, да. Александр, на вашей практике есть случаи усыновления, удочерения? Какие-то примеры? Почему? Объяснение. Ну, я начинал еще, когда об облакцовательности еще никто не говорил. Это были 90-е годы. Был у нас такой проект «Ищу маму». И, значит, одна женщина, значит, никак не могла родить. Это очень часто тоже один из мотивов бесплодия, да? Она никак не могла родить ребенка. И вот они, значит, приняли решение, взяли ребенка. Через год она родила своего ребенка, и он, к сожалению, умер. По сути говоря, остался тот, которого она взяла. Поэтому, мне кажется, это тоже промыслительный момент, что часто люди хотят решить свою проблему. Вот в хорошем смысле этого слова, чтобы появились дети, чтобы кого-то любить. И когда появляются дети из детского дома, появляются свои дети. То есть материнство начинает расцветать в них. Но это не единичный случай. Но самое важное, на мой взгляд, это когда люди реально сталкиваются с самими детьми. Потому что достаточно редко бывает так, что мы идем по улице и видим стройму идущих сирот. Такого же не бывает. Хотя в советское время это было. Мы ходили стройму, к примеру, да? Но когда люди начинают сталкиваться с детьми, видят, что они такие же дети. Что только они живут в группе. Есть у них там определенные трудности. Но все равно они не сталкиваются. У нас же сейчас ШПР, да? Нет, но сталкиваются с точки зрения волонтерства и добровольчества. Яна долгое время работала в одном из интернатов и так далее. То есть пока человек не столкнется с ребенком, с реальностью, у него мысли об этом достаточно далеки. Поэтому вот мы сегодня ехали... Это логично в мысли о том, что чем больше добровольцев, чем больше волонтеров, тем больше будет приемных семей. Чем больше в фейсбуке, в социальных сетях и так далее. А кто говорил о том, что не надо толпы народу, чтобы ездили с подарками, детские дома? Подождите, мы говорим про другое. Мы говорим об обученных людях. Вот, например, у меня, в моей, например, практике, я занимаюсь хорошенько просвещением. Люди, которые находятся в моем, например, социальных сетях, они уже знают, что я, как человек, который эту тему двигает, я против вот этих набегов. Сначала мы обучаемся, потом получаем образование, так скажем, да, какое-то вот это добровольческое. Учитывая, что, например, в Москве вы просто так теперь уже не придете. Есть постановление Департамента социальной защиты населения о том, что вы должны представлять организацию, иметь определенные документы, медицинскую книжку и какой-то пройти курс. Все. Я считаю, что это правильно, потому что ребенок это не щенок, к которому пришли в будку. Или в зоопарк, на него посмотрели и ушли. На мой взгляд, это очень верно. Поэтому сейчас начинают появляться наставнические программы. В Хабаровске открылся такой центр. В Томске готовится открыться. Они финансируются на грантовые средства. Есть часть организации при церкви, при православной, потому что там уже сформировалось некоторое количество людей на приходе. Но, опять же, вопрос, что некоторые ШПР находятся при детских домах. Человек приходит в ШПР, но при этом он видит детей, которые там находятся в детстве. Это, опять же, некоторое соприкосновение. Я считаю, не совсем это правильное. Но, с другой стороны, как говорится, как случилось, так случилось. Человек приходит в детдом, учится, и тут же видит, тот там бегает, тоже небольшого роста. И на кого-то там, может быть, даже и похожий. На другого ребенка, на другого человека. И у него начинает возревать некоторая мысль, что я могу принять участие в жизни этого ребенка. Сегодня мы, Дьяна, ехали в такси. То есть, для непохожих, больных, шансов. Да какая разница, просто ребенок. Возникает какая-то связь. Какой-то ребенок ходит, он без родителей, он за забором. Почему за забором? Почему он ребенок? Дети, родители и так далее. Сегодня ехали в такси, разговаривали с таксистом. Оказалось, что он хочет установить ребенка. Вот разговор. Вот, опять же, просвещение в рамках такси. Еду в поезде, открываю ноутбук, начинаю работать с теми, с кем сижу в поезде. Мне кажется, чем больше будет просвещенческих процессов, фонд «Из меня» одной жизнью этим занимается. И в том числе, общественные деятели, или те же перепосты, перелайки, может привести к тому, что большее количество людей ее узнает. Ваша программа, обязательно, да. Тем больше людей задумывается о том, что не только они, не только холодильник, не только дача, машина, или какая-то корпоративная ответственность, личностная ответственность. Вот к этому мы стараемся вести. А есть ощущение того, что вот как-то все-таки функции государства и функции частных инициатив, волонтерства, они пересекаются. Ну вот прекрасно установить точку РУ. Почему бы не развить вот именно государственное, государственное средство, как бы не только фото, но и видео. В принципе, это же, когда снимаешь, можно же и видео. И как-то, в общем, было бы логично это как-то проапгрейд. Тем более, что у нас там есть Сколково, нанотехнологии, там чудеса. Я вам расскажу про очень простую нанотехнологию. Я заезжаю в один дом ребенка, значит, в детский дом для детей. Вижу там девочку без рук, снимаю ее на видео, выставляю в Фейсбук. Сейчас она уже готовит семью. И пока мы с ней разговаривали, за дверью выглядывает еще один мальчик. Говорит, ну-ка, иди сюда, я тебя сниму. Снял его, он уже через три дня оказался в семье. Это о чем говорит? Это говорит о том, что чем больше показываем детей... Информация о детях. Однозначно, да. И есть люди, которые вот хотят. Просто они не всегда готовы, им нужно изменить заражение в хорошем смысле сервис. Сервис фонда «Измени одну жизнь», «Усынови.ру», «Фейсбук», «ВКонтакт» и таки угодно. Главное, чтобы человек увидел и соприкоснулся с реальностью, что это реальный ребенок, вот реальные мы, вот наша семья, мы хотим взять. Александр, Яна, мы прервемся на несколько минут. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Увидимся. Дорогие друзья, и снова с вами программа «Больше, чем бизнес» и у нас в студии Яна Леонова и Александр Гизалов. Мы говорили о сиротах, о тех проблемах, с которыми сталкиваются приемные родители, о сложностях адаптации детей в семье. Последующее сопровождение. Давайте коснемся этой темы. Что делает фонд «Измени одну жизнь»? Александр, какие видели вы примеры, успешные, неуспешные? Мы по-прежнему говорим о том, что мы интернет-фонд, мы фонд, который дает информацию максимум. Вот тот, который нужен, который требуется родителями и так далее. Мы организовываем консультации любого формата, юридические, психологические. У нас очень много обучающих вебинаров. Это очень удобно для родителей, которые без отрыва от семей могут спокойно послушать лучших специалистов страны в этой области. А кто, на ваш взгляд, лучшие специалисты страны? У нас Александр Гизалов был активным участником наших вебинаров. Людмила Петрановская, специалисты Института развития семейного устройства, Центра «Промама». Это лучшие психологи, фонда «Здесь и сейчас». Это лучшие психологи и специалисты в области семейного устройства детей-сирот, адаптации. Юристы, может быть, кому-то интересуются. И адаптации, да. И юристы, простите, тоже. Есть очень много мотивационных видео, мы их так называем. Это видео о приемных семьях, где они рассказывают сами о себе, свои истории, о том, с чем они столкнулись, что было так, что было не так, что пугало. А количество этих видео сейчас, это сколько? Вы знаете, не могу сказать, но это больше 50 точно. Вообще, для понимания масштаба, да, у нас больше 23 тысяч видео о детях, которые нуждаются в семье, и больше 7 тысяч детей за это время, да, за 4 года уже в семье. Такое количество детей в семье говорит о том, что это очень востребованный сервис, и родителям очень важно увидеть этих детей, потому что он вполне может из Москвы поехать за ребенком в Мурманск, Новосибирск, Хабаровск, обратно. Александр, были у вас в практике истории помощи приемным семьям сложности, адаптации, может быть, детей к приемным семьям? Вы знаете, есть несколько... Не только из родителей адаптируется, да? Согласен, да. Но на самом деле есть такое понятие, как супервизия, да? То есть, когда специалист, например, Центр про мамы, занимается супервизией семьи, родителей, детей, ближайшего окружения на те трудности, которые нужно преодолеть в семье, чтобы адаптация ребенка была, или есть и трудности возникли в течение нахождения ребенка в семье. Но есть еще, так скажем, проблемы, когда семья не может сама решить те или иные трудности, с которыми она сталкивается в работе с органами опеки. Например, вчера я получил письмо о том, что семья переехала в Москву, а документы находятся до сих пор в опеке того региона, выплаты не идут, возникла некоторая коллизия. И вот я обращаюсь к Департаменту социальной защиты населения Москвы, Дзугай Валец за уровень, сегодня написала письмо о том, чтобы этот вопрос решить. По сути говоря, часто родители сами не могут, они не обладают ни знанием, ни навыком, очень опасаются, что они заявят о своей трудности. И вот мне кажется, что коммуникация и у фондов, и общественных организаций должна быть такая, что у человека возникает трудность, есть к кому обратиться, кто эту проблему совместно может решить. А что важнее, помогать приемным семьям или помогать неблагополучным семьям, из которых изымают детей? Я считаю, что профилактика социального сиротства – это приоритет деятельности государства, потому что все это относится к конституционным правам семьи и ребенка, к конвенции о правах ребенка. А учитывая, что сегодня в стране ежегодно порядка 74 тысяч семей оказывается в истории, когда детей изымают из семьи, 65 тысяч устраиваются в семье, остальные поступают в детские дома. И это далеко не девочки двух-трех лет, которых все ищут, это уже подростки. Учитывая, что в детских домах в основном на сегодняшний день порядка 70 тысяч – это подростки старше 7 лет. Соответственно, надо сделать все, чтобы вот эти 74 тысячи детей не уходили из семьи, а оставались в ней. А какие конкретные инициативы? На мой взгляд, самое главное – это сделать все, чтобы не было карательного отношения государства к семье. У нас на сегодняшний день пока это так остается. У нас нету семейной политики, у нас есть политика детоцентрическая, так называемая, когда ребенок находится в трудной жизненной ситуации в рамках семьи. Надо все сделать, в том числе нужно менять семейный кодекс, чтобы государство относилось к семье, в которой есть ребенок. не карательно, без КДН, без ПДН, а так, чтобы при возникновении трудности оказать услуги, сервис через общественные организации, через социальные службы, предложить лечение, обучение и так далее, чтобы ребенок не вывалился. Согласна, но сейчас возникает ситуация, когда большинство детей, которые находятся в детских учреждениях, ты не можешь их взять, потому что они имеют определенные ограничения, мама посещает, это не те дети, которые идут на усыновление, и получается, что там процентов 10-15, которые реально дети, которых могут быть удочерены или усыновлены. На самом деле, хорошо, что они с этим статусом ходят, потому что если мы сейчас не будем вообще ничего делать, то эти 10% тоже поступят на конвейер Россиротпрома. Я считаю, что, учитывая, что 40% детей, находящихся в детском доме, за время пребывания в детском доме становятся сиротами, то есть они не были сиротами. 10? 10, 40%. То есть пока ребенок там находился, родители погибли, спились, и с ними что-то произошло. Это о чем говорит? О том, что за это время, пока ребенок там находился, с родителями можно было работать, восстанавливать кровные связи. Сейчас, кстати, 481-е постановление правительства Российской Федерации как раз об этом и говорит, что давайте, ребята, мы не будем заниматься только семейным устройством, будем заниматься кризисными семьями, возврата ребенка в семью, восстановление кровных связей, чтобы не получалось так, что у нас только семейное устройство, мы бегаем с этим, с ума сходим, у нас не совсем это все получается. Надо обратить внимание на эти семьи, которые еще не стали кризисными, у которых только возникла история. Развод, потеря работы, алкогольная зависимость, наркотики, еще что-то. И в эти места направлять социальных постовых, так назовем, чтобы эту проблему решало государство при поддержке общественных организаций. Да, тонкая такая сфера. А с точки зрения чистой руки в благотворительности, сейчас очень много поблизеть, очень много пиар не только к теме благотворительности, но еще я возьму малыша, если мне соберут деньги на квартиру. Или вот там собираем деньги на транспортное средство, семья для которой собирают, не в курсе, что деньги собирают, последние узнают. Ну и такие вот коллизии. Я как-то тоже не очень в курсе. Ну так вот массовый интернет сообщение. В социальных сетях это известная история, конечно, да, и для этого нужно просто понимать правила игры в благотворительности. Кому ты можешь доверять, надо быть просто немного более образованным в этой части. Но для людей, которые нас смотрят, они не занимаются на благотворительность каждый день, не рассматривают вот все эти случаи, в отличие от людей, которые профессионально в этой сфере. А на самом деле, какие советы вы должны были дать? Кому верить, кому не верить, кому давать, кому не давать. Достаточно простой совет. Нужно помогать помогающим. То есть если есть организация, которая помогает детям, средства нужно перечитать именно этой организации. Благодарительному фонду «Измени одну жизнь», по центру «Про мамы» и так далее. Почему? Потому что у них под ними находятся те люди, дети, которым они помогают. И недостаточность ресурсов приводит к тому, что они не могут помочь достаточному количеству детей. А просто отдавать ресурсы, не зная, что из этого выйдет, это, конечно, бессмысленно. Адресная благотворительность, она всегда проще. Вот там ребенок, болеющий на его нужды. Да, но когда мы подаем нищему на улице якобы на еду, а он идет и пьет водку, то кому мы помогли, по сути? Конечно. Оно, в общем, понятно, что, безусловно, вот это он и речь. Вы знаете, весь европейский, американский опыт состоит именно из поддержки простых граждан, тех фондов, которые помогают простым гражданам. А вот церковная тема все-таки, да, церковь и благотворительность, это может же происходить и через какие-то общины. Дело в том, что почему у нас вот эта трудность с профилактициальным сиротством. Лев Гумилев говорил, что если из общества уходит пассионарность, а пассионарность — это отношение человека к человеку, да, то есть постоянное ожидание, хотение, желание помочь этому человеку вне зависимости от статуса и ситуации. То в 2017 году это все прекратилось, на себя все взяло государство. Появились партийные ячейки, пионеры, комсомольцы и так далее. По сути говоря, общество отдало это все на откуп государству. А все процессы, которые происходят с социальным сиротством, с другими явлениями, с бездомными осужденными, это все равно люди из общества. И общество отгородилось от них, сказав, а вот вас на 101-й километр, а вот вас в детский дом, а вот вас в ПНИ, а вот вас в ЦПИН, а вот вас и так далее. Более 17 учреждений есть для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это карательная история. Общество должно... Да, государство чистых, красивых, здоровых людей. Да, все должны быть хорошие и красивые. А эти должны быть там за забором, мы им закинем еще подарки с конфетами, а вы там живите. А он потом выйдет оттуда и отомстит нам за это. И преступность малолетняя сегодня о чем говорит? Я сейчас езжу в исправительной колонии, в основном это убийства, наркотики, грабежи, насилие. Сейчас же не сажают, там уже заукрал спичку, да? Это как раз показатель теплоохладности общества, потому что если мы, общество, не объединяемся вокруг проблемы, то тогда начинает этим заниматься и государство. Оно занимается сами, знаете, когда очень просто. Закон, постановление, статистика. Конкретного ребенка оно не видит. Поэтому у нас есть ДДИГи, 255 детей сидит, которых никогда вы не увидите ни за огромным забором. Это градообразующие предприятия в конкретном регионе. Это дома ребенка, которых давным-давно уже не должно быть в Российской Федерации, но они существуют. И там люди ходят в белых халатах за чем-то, хотя нормальные дети. Маленькие дети по определению пациента почему-то. Понимаете? Поэтому если мы начнем это всем транслировать, то все начнут задумываться. Так вот, я бабушка, я мать этой женщины, у нее есть дети. А ну-ка я поинтересуюсь, а что с ее детьми происходит? А ну-ка позвоню близким, давайте мы там объединимся, поможем. Ну, наверное, все-таки у нас в период каких-то еще перестроечных процессов, да, все-таки произошло. Вот это вот разобщенность произошла. Моя хата с края, железные двери. Например, у нас в доме деревянная дверь только у нас, в нашем доме. У всех остальных железная. Это как раз тоже показатель. На мой взгляд, если мы не объединимся... Какое количество проектов вы одновременно ведете? Или о каких вообще? Например, я? Да. Ну, это разные направления есть. Это и работа с властью, это и работа со СМИ, это работа с благотворительными фондами, это консультация конкретных граждан. Это юридическое сопровождение выпускников детских домов. Это уже не больше никак общественная работа. Это больше жизнь, наверное, да, потому что общественная работа конкретная. Ну, какой-то профессиональной какой-то деятельности, кроме общественной, вы не ведете, да? Почему я по образованию социальный работник? А, то есть это, по сути, да... У нас часто экономисты занимаются, или там, бухгалтеры занимаются благотворительные деятельности. Не нужно заниматься человеком, который имеет либо профессиональную составляющую, или обучен, либо находится в лоне какой-то общественной организации. Очень логично. Да, потому что маляр должен красить, журналист должен писать, танцор должен танцевать. Вот вы когда смотрите на человека и думаете, буду я с ним работать или не буду, вот с Яной я буду работать, да, говорит Александр. А вот там с Катей, Машей и Наташей не хочу и рядом не сяду. Нет, на самом деле все зависит от, так скажем, того, какими ценностями мы оперируем. Очень часто люди много говорят или много предлагают. Или когда мне говорят, мы сейчас все изменим, у меня сразу возникает вопрос, почему мы до этого столько работали, ничего не изменили, а сейчас этот человек возьмет и все изменит. Бывают такие случаи, я называю это шизофоренические. Это говорит человек, мы сейчас закроем все детские дома. Наш фонд закроет все детские дома. Фонда нет, детские дома до сих пор есть. Поэтому, на мой взгляд, нужно работать реальностью. Потом все очень важно именно в деталях, не в каких-то масштабах. Слова масштабы, огромные ресурсы. Это все, на самом деле, напрягает, потому что не понимаешь, а что за этим стоит. Яна, вы когда нанимаете людей на работу в фонду или общаетесь с коллегами по благотворительности, как вы определяете для себя, да, это профессионал в благотворительности? Знаете, ну, наверное, не так остро нужен профессионал в благотворительности, как человек, который с нами соностроен. Который понимает, почему он пришел. У нас был случай, когда в наш коллектив пришла девушка, которая ушла из серьезной бизнес-структуры, прекрасная зарплата, какие-то там карьерные перспективы. Что называется, душа попросила, и она ходила достаточно долгое время, волонтерила в нашей организации. Мы пока не могли ее взять в штат. Она говорит, ничего страшного, я буду работать бесплатно. Яна, спасибо. Александру, очень интересно было пообщаться. Мы пришли к выводу о том, что ценности и для Александра, и для Яны имеют наибольшее значение выборы партнеров в сфере благотворительности. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Александр Гизалов и Яна Леонова наши гости сегодня. Я ведущая программы «Больше чем бизнес» Ольга Танде. Прощаемся с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова